Сегодняшний ролик посвящен осенней обрезке винограда. Буду показывать обрезку винограда разного возраста, от первогодок и далее. Будет множество различных примеров, множество различных вариантов. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. Ивинодель, зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, сроки осенней обрезки. Мы не привязываем сроки к какому-то календарю. Мы привязываем сроки обрезки к состоянию растений. И начинаем заниматься этой самой обрезкой тогда, когда растение ушло на покой и самостоятельно сбросило лист. В зонах неукровного виноградарства можно обрезать, пожалуйста, и в декабре, и в январе, и в феврале, и даже в марте. В принципе, до момента распускания почек, ну, конечно, сильно, может, на весну откладывать не стоит. А вот в феврале можно обрезать, ну, если удобно, можно обрезать и в декабре. Там уже вопрос, да, личного комфорта. И смотрите, очень важный момент. Чем мы должны руководствоваться при обрезке? Не возрастом куста, не какими-то академическими принципами. Академические принципы, они замечательные. Только по жизни, к сожалению, работают далеко не всегда. Поэтому мы руководствуемся состоянием самого куста. Сегодня будет много различных примеров. Вот я покажу, как это может быть на самом деле. Потому что картинка, это все классно, это все замечательно. А подходишь к кусту, а там все по-другому. Так вот, мы смотрим, как куст растет. Мы смотрим, как у него вызрела лоза. А дальше руководствуемся той формировкой, к которой мы хотим прийти. Какие бывают виды формировки, что это вообще такое. Есть отдельный ролик. Кто не знает, кто только начинает заниматься виноградом. Под видео, нажав кнопку еще, в описании я обязательно оставлю ссылку. Еще один момент важный для начинающих. Что такое вызревшая лоза? Вызревшая лоза, это лоза одревесневшая. То есть, смотрите, вот она стала коричневой. Вот здесь же рядышком, вот, лоза желтенькая, зеленоватая. Вот на той плоскости тоже мы видим зеленую лозу. Она не вызрела. Вызрела коричневая. Но здесь есть один очень важный момент. На нашем винограднике заморозков не было. Поэтому отделить вызревшую лозу от невызревшей очень легко визуально. Если на вашем винограднике прошел заморозок, то вся лоза будет коричневая. И просто на глаз определить ее вызревание невозможно. Чем мы руководствуемся тогда? Мы начинаем лозу щупать. Лоза, которая вызрела, она будет такая приятно шершавенькая, бархатистая, скажем так. И на ощупь она будет такая немножко тепленькая. Если лоза подмерзла, то она будет такая гладкая, слизковатая. И она будет более холодная. При этом, смотрите, если заморозок прошел недавно, то вот я уже сказала, чем мы руководствуемся. Если заморозок прошел достаточно давно, и вы не торопились с обрезкой, как правило, там недели через 2-3 невызревшая вот эта вот лоза, которую подморозило, мне показать не на чем, она начинает подсыхать. И это тоже становится заметным. Поэтому если вы как бы не шибко поспешили с обрезкой, то вам это будет достаточно легко понять и заметить. У меня за спиной, как вы видите, висит зеленый лист. Сегодня у нас 1 ноября, да, и у нас вот такой вот виноградник. Чуть больше разверну камеру, да. На самом деле очень много еще зеленого листа, поэтому... И смотрите, ввиду того, что у нас еще все с нормальным, да, почти что крепким, ну пасынки уже обламываются зеленым листом, я физически резать ничего не буду. Я просто покажу, почему снимаю ролик сейчас, потому что для многих виноградарей он актуален именно сейчас. И последний момент, какие побеги нам надо оставлять. Нам надо оставлять побеги текущего года. Вообще виноград плодоносит на однолетних побегах. Часто меня поправляют, что ты какой-то чушь несешь. Смотрите, в этом году, вот побег, который вырос в этом году, он у нас однолетний. Понятно, что если я буду ролик снимать весной, да, то это уже будет побег прошлого года. То есть в зависимости от того, когда я сниму ролик, можно называть эти вещи разными именами. Но виноград плодоносит на однолетних побегах, если мы сейчас с вами говорим об осени. Те побеги, которые выросли в этом году и вызрели, потому что только вызревшие побеги могут зимовать. Все, идем смотреть примеры. И последний важный момент. Какие побеги нам надо оставить? Нам надо оставлять побеги, которые выросли в этом году. Ну и понятно, что вызрели и древеснили. Именно на этой лозе, из вот этих вот почек, по весне пойдут расти зеленые побеги, на которых будет урожай. Вот классический пример кустика первого года. Ну, конечно, он по-разному может у многих расти, но примерно вырастает вот так. Что нам рекомендует наука? Обрезать все это на две почки. Вот так мы должны его обрезать. Ну, смотрите, у нас лоза вообще вызрела примерно... Так, сейчас мы отдаем. Ну, вот так, сантиметров 20. И видите, лоза она тоненькая. Дело в том, что у молодых кустиков, да в принципе у всех, в любой древесине есть запас питательных веществ. Для взрослых это не настолько актуально, а для малышей на самом деле актуально. Поэтому вот таких малышей можно вообще не резать. Им можно обрезать вот эту невызревшую часть. Потом, когда лист опадет, видите, я даже его шморгаю, он не особо хочет облетать. Он ему еще нужен. Так вот, обрезали невызревшую часть. Прекрасно мьется. Приложили к земле и пусть зимует. А весной, весной, нам надо будет оставить вот здесь две-четыре почки. Ну, в зависимости от того, как растение будет себя показывать, как оно начнет расти. То есть не на конце, а вот ближе, скажем так, к корням. Вот и все. Конечно, вы можете обрезать коротко, но не режьте на две почки, оставьте хотя бы четыре. Потому что, ну, зазим может произойти все штуга. Ну, может ножка прийти погрызть, может какая-то почка даже при хорошем возревании почему-то не проснуться. И когда у нас есть запас, у нас есть запас. И даже оставляя запас почек, мы можем получить потом вот такую картинку. Видите, в какой-то момент у нас выросло, пошел побег всего лишь один. Да, это уже полноценный рукав. Хороший, мощный. Но он всего лишь один. Такое тоже бывает. Вот это реальная картинка. И мы к этому кусту еще с вами вернемся сегодня. Вот еще пример такого же годовалого саженца. Опять же, лоза вызрела у нас достаточно неплохо. Но толщина небольшая. И мы можем вот так вот, примерно до сюда вызревание, вот это оставить. Но потом, помню, что весной нам нужны почки вот здесь. Оставляем мы это для лучшей перезимовки. При этом, хотим обрезать коротко, пожалуйста. Но обрезайте все-таки не две почки. Лучше, ну, хотя бы четыре. А вот еще один пример. Тоже годовалый. Смотрите, сколько лозы вызрело. Вот это метр даже больше. Вот он вызел. Вот до сюда. То есть тут метра полтора на самом деле. И смотрите, толщина лозы. Да, на самом деле, это хорошая плодовая стрелка. Плодовая стрелка – это вот годовалый побег, да? С которого в следующем году вот из этих почек пойдут зеленые побеги, на которых будут грозди. Поэтому здесь резать коротко не имеет вообще никакого смысла. Мы можем отрезать в данном случае, ну, вот, примерно вот так. Вот здесь он привязан. И положить его весной в горизонт. Но вообще вот это вот у нас планируется на арку. Там немножко другая формировка, поэтому оставлять здесь вообще будем много. Но если мы говорим о стандартной веерной формировке, то вот примерно на метр с хвостиком. И потом вот сюда, следующей весной, закладываем в горизонт. Так, наступил второй год. Мы помним, что в первом году по классике мы должны были обрезать на две почки. Эти две почки нам дали два зеленых ростка, которые все лето росли и выросли. И мы их опять должны обрезать на две почки. Смотрите, вот этот, ну, сейчас камера чуть ниже опущена, я подниму. Примерно, ну, метр тридцать вызвем. Вот этот тоже примерно метр тридцать. И толщина здесь абсолютно нормального побега. Скажите, зачем нам их резать? Ну, для чего? Просто для науки. Растение нам говорит о том, что оно прекрасно может расти и прекрасно тянуть урожай. Поэтому, опять же, коротко, смысла резать никакого. Вот, на возревание лозы обрезали. И у нас получилось две плодовых стрелки, с которых мы можем в следующем году уже получать нормальный урожай. При этом, смотрите, у нас даже в этом году был урожай. Вот еще висят ягодки. Это Юпитер. Вместе с тем, смотрите, тот же год посадки, да, тоже второгодочка. Но видим, какие тоненькие лозеночки. Да, они вызрели, но они тоненькие. Разве можно их оставлять на плодовой стрелке? Нет. Мы их вот сейчас можем не резать, как в случае с ноготками. Мы их можем оставить до весны, но весной мы пускаем вот отсюда, из начала почечки. И сколько их будет? Ну, то есть в классике на третий год мы должны четыре оставить. Да, весной. На третий год у нас должно быть четыре побега. Но мы будем смотреть. Может быть и два, может и четыре, может и шесть. В зависимости от того, как растение будет себя чувствовать. Но, конечно, вот что-то формировать из этого достаточно сложно. И не нужно этого делать. Опять же, можем оставить, да. Но можно вот так вот примерно с запасом сантиметров на 20 обрезать. А уже остальное завершить весной. Вот, смотрите, еще пример куста второго года посадки. Вот весной мы оставили четыре побега. Он прекрасно тянул, видим, да, что он и хорошо вырос. И здесь нормальная толщина лос, абсолютно нормальная. Прекрасно вызрел. Вот, опять же, вызревание. Практически на мой рост. Резать здесь мы обрезаем вот только лишнее. Зеленые, не вызревшие. И формируем прямо вот нам четыре плодовых стрелки на следующий год. А вот, смотрите, еще призамечательнейший пример. Вот, хорошо вызревшая лоза. Хорошей, замечательной толщины. Но она здесь одна. И вот вторая, вот тонюсенькая. Видите как? Как будем резать? Классика говорит, все на две почки. Один и второй побег. Ну, зачем? Вот это, да, на две, на три почки. Тут уже запаса нам оставлять никакого не нужно. Вот этот побег мы режем коротко. Нам две, три почки оставляем. Все-таки всегда лучше иметь немножко запаса. А вот этот побег мы обрезаем по тому, насколько он вызрел. И уже в следующем году можем, например, один нагружать урожаем, а со второго отращивать дополнительные будущие рукава и будущие плодовые стрелки. Вот так схематично это будет выглядеть следующей весной. Еще парочка примеров. Вот тоже кустик второго года. Видите, вырос один побег, но он мощнейший. Прекрасная толщина, да. Возревание практически на два метра. Вот. И резать его коротко нет никакого смысла. Мы его весной положим в горизонт. Да, может получиться вот такой вот полуинвалид, как я вам уже показала. Ну, что поделать. Понимаете, тут, конечно, каждый будет делать свой выбор. Каждый сделает так, как он считает нужным. Но если в этом году растение так мощно росло, и мы ему на следующий год оставим только две почки, то вариант жирования очень сильно велик. Что такое жирование? Когда куст растет слишком сильно, слишком обильно, да, вот он прет, что дурной. И тогда он плохо вызревает. Вот лоза плохо вызревает, и мы получаем проблему. Поэтому куст показывает, что я могу, я хочу, меня можно нагружать. И мы будем его нагружать. Мы прислушаемся именно к тому, что нам говорит растение, а не классическая наука. И теперь мы переходим к кустам третьего года. Вот в классике у нас вот должно быть четыре больших, хорошо развитых побега, которые мы уже не режем. Мы обрезаем у них только невызревшую часть. И формируем из них ладовые стрелки. Они у нас весной укладываются в горизонт. Даже вот одно я оторвала. Вот так вот укладывается. И вверх вертикально будут расти весной зеленые побеги, на которых будут висеть грозди. То есть мы обрезаем только невызревшие. Ну, смотрите, опять же, у нас это же красивая классическая картинка, да? И я вам показываю вызревшую лозу. А она у вас может быть и невызревшая. Она у вас может быть вызревшая только вот так. Или вообще только вот так. Что тогда? Ну, значит, невызревшие обрезаем. И да, будет короткая обрезка. Что делать? Других вариантов у вас нет. А дальше уже по весне будете смотреть, как пойдут почки пробуждаться, как пойдут расти побеги. Будет куст сжировать, значит, будем работать с жированием. Ну, что поделать? Так бывает. Это абсолютно нормально. Виноград не знает классических схем, да? Растет так, как он считает нужным. И погодные условия тоже не подстраиваются под виноград. Поэтому как складывается, так и складывается. Вот, смотрите, тоже кустик второгодка, да? Да, как бы есть четыре побега, но они все тонюсенькие. И мы их всех порежем коротко. Да, можем оставить чуть больше, чтобы был запас питательных веществ. Но вот эти вот совсем тоненькие, поскольку кустик более-менее уже развит. Вот так вот коротенько, почки на две, на три мы обрежем. А эти просто дорежем по весне. То есть вот то, о чем я говорила вначале. Смотрим на состояние растений. Видите, насколько они бывают разные. И вот теперь у нас наступил четвертый год. Итак, смотрите, теперь вот чуть-чуть еще терминологии. Это у нас голова куста. Это у нас старая древесина, да? Это у нас называется рукава. И потом то, что мы будем оставлять, эти побеги, которые вызрели в этом году, и мы их будем закладывать в горизонт на следующий. Это называется плодовая стрелка. Какие у нас есть варианты размещения плодовых стрелок? Смотрите, мы можем часть разместить вот здесь, чтобы занять вот этот центр. Сейчас оторву. Ну вот так как-нибудь. Пока что это все с листьями, но примерно понимаем. Остального пошло туда. Вариант номер два – это смещенная зона плодоношения. А что это такое? Тоже есть отдельный ролик. Но по жизни это выглядит примерно вот так. Смотрите, это старая древесина вот того куста. Она ушла сюда. И вот отсюда начинается уже плодовая стрелка. Куст плодоносит там. Вот этот куст, который там у меня за спиной. Вот его побеги. Вот его побеги. И он плодоносит над головой второго куста. Для чего это надо? Тут же есть отдельное подробное видео, что это такое, как это сделать. Мы имеем запас старой древесины. Нам не надо вот ничего загибать петлями, как я показывала в предыдущем случае. И так удобнее перегибать в дальнейшем к земле и укрывать. То есть чисто вопрос удобства. Так, ну и теперь вот наш четвертый год. Вот мы берем побег, выросший в этом году, который расположен примерно по центру между кустами. Его оставляем. А все остальное, все, что туда дальше расположено, мы обрезаем. Но мы можем два побега оставить. Это будет усиленное плодовое звено. Можем оставить один. Какие здесь очень важные моменты? Как раз таки вот замечательный пример, который я вам и покажу. Вот здесь уже идут нюансы. Я ни для кого не открою секрет, что на плодовую стрелку надо оставлять самый лучший, самый мощный побег. Вот этот побег так себе. Вот этот неплохой. Ну тот уже, тот вообще классный. Чуть-чуть далековато ушел. И еще, смотрите, этот растет. Видите, угол практически 90 градусов. Наклонить этот побег может быть достаточно сложным. Вот этот имеет идеальный наклон, но этот, в принципе, тоже имеет неплохой наклон. То есть лучше всего оставлять вот этот побег, а дальше все обрезать. А что делать вот с этим? Смотрите, у винограда нельзя вот так вот резать совсем в притычок. Надо оставлять пенек. Для того, чтобы здесь не нарушалась проводимость. Пенек этот можно убрать потом. С другой стороны, еще какой нюанс. Вот это мы режем на две почки. Так, вот здесь мы все отрезаем. Смотрите, что я сейчас сделала. Я зелеными ленточками пометила места реза. То есть это режем на пенек. Здесь все обрезаем. Вот это кладем в горизонт. Вот так оно у нас легло. И вот мы этот побег обрезаем. Либо по степени воздевания, либо мы понимаем, что мы его можем довести аж досюда, а значит доводим. Вот таким образом это делается. Смотрите, как бы вот это, в принципе, тот пресловутый сучок замещения, который многих путает, многих смущает. В общем, мы обрезаем без сучка замещения всегда. Но в этом сезоне заморозки, весенние повлияли. Немножко не так растения росли, как нам надо было. Где-то мы побеги оставляли, чтобы догрузить. Ну, в принципе, понимаете, если у меня будет время, я сниму еще одно видео, я вам покажу, как в реальности. Вот ты по весне все намечаешь, где у тебя что будет хорошо. Приходит осень, и все становится совсем по-другому. Поэтому мы руководствуемся как бы тем, что у нас есть. Сучок. Отсюда потом пойдут, допустим, два побега. Мы можем оставить один, и потом, например, его пустить на плодовую стрелку. Можем ничего не оставлять. Можем, опять же, если у нас не надо нам смещенная зона плодоношения, мы можем этот побег не убирать. Он достаточно хорошо развит, и мы его вот сюда, в центр положили. Закрыли центр шпалеры, да, и у нас здесь есть плодоношение. Потому что, смотрите, вот этот, он направлен в ту сторону, мы его сюда, ну, можно пытаться развернуть, но не факт, что у нас получится. То есть тут, в зависимости от формировки, да, мы будем резать, вот так или иначе. Ну, в данном конкретном случае, мы обрезаем, вот, раз и два. Можно ли оставить, вот, следующий побег? Можно, у нас будет усиленное плодовое звено. Оставили один, оставили второй, и убрали вот здесь, по этому месту. Что в таком случае мы получаем? Мы получаем большой запас почек. И тоже весной, когда я показывала, рассказывала, были комментарии, что зачем нам оставлять, а потом выламывать лишнее. Можно не оставлять, но есть такая народная мудрость, запас бы не не чинит. Когда у нас есть запас почек, лучше мы уберем лишнее. Вот эта весна, она очень была такая показательная, когда много чего вымерзла, и только благодаря запасу, только благодаря тому, что мы много чего оставили, мы были с урожаем. А еще бывает такая вот вещь, как мыши, тоже пришли, поели, и есть запас почек. Ну, значит, что-то и нам осталось. Еще один пример. Тоже, смотрите, вот так получилось, что вот эти первые побеги слабенькие, вот здесь вот оно было подмерзшее, вот они потом пошли замещающие, ну, видите, слабенькое, а все остальное там далеко. И нам нежелательно, чтобы все уходило туда. Но смысл вот этого оставлять на плодоношение, подниму камеру, вот эти побеги, вот они и заканчиваются. Длина никакая. Что с ними делать? Да? На какие плодовые стрелки мы можем их оставить? Точно так же режем на пеньки, на два-три. Вот там дальше оставляем хорошую плодовую стрелку, запускаем ее. А потом просто в следующем году, чтобы у нас туда не убегало, отращиваем здесь пару хороших побегов и остальное вот так вот убираем. Ну, а теперь разберем вот этот пример. Что же делать с ним? Это у нас пенонуар. Да, вот у нас один-единственный рукав по классике. Вот, середина между кустами. По-хорошему здесь ниже не должно быть никаких побегов. У нас рукав должен быть без ничего, но если бы мы так оставляли, если бы мы здесь почки убирали по весне, такой бы сильно жировал, его надо было нагружать, поэтому побеги есть везде. Варианты в классике. Вот примерно середина между кустами. Вот этот побег. Ну, в идеале даже вот этот. Он немножко наклонен. Да, и его запускать дальше на плодовую стрелку. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы у нас не было вот сильно там всяких пеньков и всего остального, было бы очень хорошо. Ну, ладно. Ничего страшного. Избавимся от части старой древесины. Оставить какой-нибудь побег вот здесь. Ну, смотрите, какая ирония. Вот побег замечательно растущий. Вот прям, вот он. Я сейчас приближу. Вот, смотрите, идеальное продолжение рукава. Прям вот, ну, картиночка, да? Вот. Вот идеально было бы его оставлять. Ну, он такой, ну, вызрел сантиметров тридцать пять, да? Такой тонковатый, какой-то слабоватый. Вот этот классный, но он растет вверх. Он потом будет заламываться. То есть, ну, ни туда, ни сюда. Это идеальный вариант. А тот вариант, ну, такой, тоже неплохой. Что будем делать? Ну, что будем здесь делать? Давайте рассмотрим вот несколько вариантов. Допустим, мы все-таки решили оставить вот этот побег. Ну, один оставлять на такой мощный куст уже не очень. Давайте оставим два. Вот этот и его сосед. Вот, в принципе, тоже неплохо наклонен. Вот мы их оставим, положим туда в горизонт. Что делать вот с этим? В теории, смотрите, мы его можем попробовать загнуть в ту сторону. Ну, сломается так сломается. То есть, раскладываем таким образом. Ну, вот как-то примерно так. Да? Тот, в принципе, лег, хотя не лучший вариант. Эти два пошли туда. Вот здесь мы обрезаем. Вариант один. Вариант два. Если этот обломается, либо еще что-то, мы его режем, опять-таки, на пенек. Чтоб у нас не мешала проводимости вот эта вот часть. Вариант три. Если мы таки решили, что вот вот этот побег нам идеально и его месторасположение, и его наклон мы его оставляем на плодовую стрелку. Что делаем с этими? Режем на пеньки, на две-три почки. А дальше в следующем году будем смотреть, надо нам, чтобы на них были побеги, либо не надо. Вариант четвертый. Это пенануар. Он плодоносит вот на этих первых почках. Поэтому мы вообще все можем порезать на пеньки, на кордон. Оставив вот три. Вот так. Даже вот раз, два, три почки. Вот так. Режем раз, здесь раз, два, три. Можно вот так. В общем, режем на такие рожки абсолютно все побеги. И таким образом формируем. Есть отдельное видео по обрезке на рожки, что там происходит, какая там формировка, как это все дальше будет. Ссылку вам оставлю. То есть, можно таким образом сделать. Если, например, у вас сорт, который не плодоносит на крайних почках, что делать в таком случае? Пойдем сейчас на другом кусте покажу. Будет более наглядно. Здесь я так не загну. Вот возвращаемся к нашим тоненьким побежекам. Но здесь они тоненькие, да, а в случае, например, вот если лоза плохо вызрела, далее вот там, но и есть какие-то нюансы, то мы их режем не на три почки, а чуть подлиннее. И у нас получается с вами кордон беликовый. Вот. Смотрите. Вот этот сюда ляжет. Вот этот сюда ляжет. Вот таким образом. И вот здесь, то есть вот, первые, допустим, три почки у нас не плодоносные, а уже отсюда у нас могут пойти плодоносные побеги. Вот мы их сюда положили. в следующий. Но следующий здесь неудобно, да, вот, через один положили. Если вот ситуация, как в предыдущем случае, либо плохое вызревание, вызрела лоза там не на метр-полтора, да, вызрела на 30-40 сантиметров, то, пожалуйста, кордон беликовый очень легко можно использовать. Ну и также мы можем его использовать, если у нас вот такие вот слабенькие побеги. Понятно, что в данном случае у нас дальше есть хорошие побеги, но если все слабенькие, то вот пробуем вот так. Либо случай предыдущий, либо ситуация вот как здесь, но не очень вызрела лоза, раз, и второе, мы знаем, что, например, с крайних почек не плодоносит. Тогда мы вот обрезаем на кордон беликовый. Опять же, вот сейчас вставлю схематичный рисунок, как это выглядит, может, для кого-то будет понятней. И смотрите, опять же, еще один пример. В классике у нас должны были быть побеги где-то вот здесь и где-то отсюда идти лодовая стрелка. Но так случилось, что весной здесь подверзло, видите, из замещающих почек пошли вот такие вот маленькие, тоненькие побеги. По этой причине мы оставляли побеги снизу. Да, мы лишаемся части старой древесины, но что делать? Ну, вот такая погода, такая природа, такие условия. Мы должны подстраиваться под них. И как мы будем обрезать здесь. Сейчас я приближу, чтобы вам было виднее. Вот, смотрите, по классике, по науке у нас тут, опять же, не должно быть никаких там пеньков, зарезов и всего остального. Ну, можно, конечно, вот это оставлять на плодовую стрелку. Ну, эти побеги как-то получше, покрепче, причем они не жирущие, это нормальные, хорошо развиты. Побеги логично оставить ну, вот этот, да, а можем даже оставить два, как усиленно плодовое звено, вот этот и вот этот. А этот тогда обрезали на пеньку. Вот вам, пожалуйста, сучок замещения. В следующем году мы можем просто оставить на плодовой стрелке то, что пойдет отсюда. Один и второй побег, если они нормально у нас хорошо вырастут, вырастут, раз, это мы убираем, вот все, мы избавляемся от всех пеньков, от всех там зарезов и всего остального. Вообще, пару слов касательно всех вот этих вот зарезов. На самом деле, ну, хорошо было бы соблюдать, да, хорошо было бы, чтобы все срезы всегда были с одной стороны, но, к сожалению, так не всегда получается, и на самом деле не всегда это критично для винограда. поэтому, повторю еще раз, нам надо руководствоваться условиями. А если мы будем стараться все делать по науке, то у нас может все свестись к тому, что, да, мы будем растить виноград для науки и не для того, чтобы получать с него результат. Ну, и эту сторону мы разобрали, и теперь идем смотреть вторую сторону этого же куста. Ну, опять та же ситуация, что не получается у нас красиво, надо было куст нагружать. Вот этот побег слишком вертикально растет. Этот слабенький, этот опять же вертикальный, он идеальный Т2. Вот. Вот. Их оставляем, дальше там у нас уже мелочь. Вот здесь отрезаем, примерно здесь у нас середина куста, а эти на пенечке порезали. Вот такая вот картинка срезов у нас здесь получится. И смотрите, я вам уже показывала такой же пример. Если у вас не смещенная зона плодоношения, либо еще там остальные акустики не доросли до того, чтобы занять всю площадь, вот здесь у нас свободно. А вот этот побег, вот этот, достаточно неплохой, значит, мы можем его не резать, тем более, он растет тогда вертикальненько. загнуть сюда положить и занять шпальеру. Пространство должно работать. Поэтому вариантов может быть несколько. Но у нас смещенная зона плодоношения здесь будет чему лечь, поэтому вот то, как я ленточки повязала, вот такие срезы здесь и будут. И маленькая рекламная пауза. Если вы хотите нас поблагодарить, если вы хотите нас немножко поддержать, если вы хотите поучаствовать в развитии канала, то милости просим в первом закрепленном комментарии наши реквизиты. Абсолютно любая сумма от вас приветствуется. К сожалению, YouTube сейчас монетизируется крайне слабо, а все требует ресурсов. И камера уже наладан, дышит, к сожалению. И ноутбук, на котором я все монтирую, тоже, скажем так, отжил свое, и поэтому часто в последнее время вылазят косяки с монтажом. Ну, к сожалению, так. Любая техника имеет свой срок жизни, поэтому вы можете поучаствовать, можете немножко нам помочь. Любая помощь приветствуется, при этом остается на ваше усмотрение. Ну что ж, подводим итог нашей сегодняшней встречи. Самое главное, руководствуйтесь теми условиями, которые у вас есть. Состояние куста, да, и то, как вызрела у него лоза. Вас никто проверять не будет, поэтому стремиться к академической картинке. Да, это классно, это замечательно, но, к сожалению, по жизни бывает не всегда. И еще такой момент, если вот вы не знаете, ну вот сомневайтесь, да, там, дозрела лоза, не дозрела. Вот здесь у меня побег, ну, далека не видно. И мы вызревание, ну, примерно вот вот до сюда. Да, если бы прошел морозец, вот сейчас я это вижу, прошел бы морозец, мне бы тут надо было вот щупать, смотреть. Сомневайтесь, отрежьте чуть больше, оно к весне подсохнет. И, ну, ничего страшного. Поэтому просто вот чуть-чуть больше резоните, и все будет нормально. А в остальном самое главное понимать принцип. Какие побеги нам надо оставить? Нам надо оставить вызревшие побеги, которые выросли в этом году. Все, получим зеленые побеги с урожаем. Если вам еще не совсем понятно, не совсем понятны некоторые термины, то под этим роликом, нажав кнопку «Еще», я вам оставляю ссылки на ролики по формировке. Там есть картинки, там есть хорошие, понятные схемы. Посмотрите, и я уверена, что картинка у вас сложится. Ну, еще раз повторюсь, не бойтесь, не бойтесь сучков, не бойтесь пеньков, не бойтесь зарезов и всего остального. Виноград растение очень живучее и очень приспосабливаемое и очень благодарное. Поэтому все у вас получится. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok